Теорема Эринфеста Теорема Эринфеста доказал, что движение волнового пакета в волновой механике Шрёдингера, его центра тяжести, этого волнового пакета, описывается вторым законом Ньютона, где в правой стороне стоит средняя сила по этому волновому пакету. Но поскольку волновой пакет всегда имеет какие-то ненулевые размеры, то, естественно, это средняя сила, это не то же самое, что сила в точке, где находится центр тяжести волнового пакета. Она отличается. И именно это отличие и есть на таком языке единственное отличие квантового случая от классического. То есть, если, например, сила меняется, но зависит от координат настолько плавно, что среднее значение по волновому пакету совпадает со значением силы в центре этого волнового пакета, в центре тяжести этого волнового пакета, то этот центр тяжести будет двигаться в точности по классической траектории. Вполне такая наглядная формулировка, как квантовая механика превращается в классическую в пределе, когда аж можно пренебречь. Когда аж можно пренебречь, можно сделать достаточно маленького размера волновой пакет, который, однако же, будет достаточно долго не расплываться. Ну, или расплываться, но слабо. Тогда он будет двигаться в точности по второму закону Ньютона. Ну, это, пожалуй, такое мелкое добавление к материалу предыдущих лекций. А сегодня мы займемся вещами, связанными с термодинамикой и статистикой. Некоторые из этих вещей тоже, по-хорошему говоря, может быть, стоило бы рассказать раньше. Но как-то они так логически довольно тесно связаны друг с другом, поэтому, с другой стороны, вроде бы имеет смысл их все сгруппировать вместе. Ну, и в некотором смысле это представляло собой, вот это развитие статистики, квантовой статистики, статфизики, представляло собой некий, так сказать, альтернативный путь квантовой механики. Ну, то есть, исторически он не был первым, но если заниматься такой странной вещью, как альтернативная история, можно себе представить вполне ситуацию, когда таким путем люди бы пришли к квантовой механике. Ну, и началось вот это термодинамическое статистическое развитие с третьего начала термодинамики, про которое я уже что-то упоминал в самом начале. А на самом деле это третье начало, есть, в общем-то, чисто квантовое утверждение. Ну, я сначала скажу, что это такое, а потом скажу, как же оно связано с квантовой физикой. Значит, придумал его Вальтер Нернст. Я вот пару слов про него скажу. Такой последний классик термодинамики, придумавший последнее ее начало. Родился он в 1864-м, где-то в Германии, город я не записал. Ну, где он учился и так далее, я как-то все это уже не записывал, поскольку нам это не очень уж сильно интересно. Он в основном другими вещами занимался. Ну, в 1891-м он стал доцентом в Гюттингене, а в 1895-м профессором в Гюттингене. Одной его такой характерной особенностью являлось то, что он был большой автолюбитель. И в 1899-м году он купил автомобиль, который был первым частным автомобилем в Гюттингене. Ну, вот в 1905-м году он сформулировал это самое третье начало термодинамики. Ну, он его называл тепловая теорема. Честно говоря, непонятно почему, потому что на теорему он как-то не похож. Теорема должна из каких-то аксиом выводиться. Третье начало термодинамики, в общем-то, ни из чего не выводится. Он его формулировал довольно длинно и неуклюже. Но несколько позже Планк переформулировал это третье начало так. А в 1911-м году Планк. Планк же переформулировал в более приличном виде и второе начало термодинамики. Ну, вот формулировка Планка третьего начала термодинамики звучит так, что при температуре, абсолютной температуре, стремящейся к нулю, энтропия любого тела, находящегося в состоянии термодинамического равновесия, тоже стремится к нулю. Ну, и, скажем так, достаточно быстро стремится к нулю. На самом деле тут есть довольно много тонкостей подводных камней. Во-первых, это утверждение относится только к телам, находящимся в состоянии термодинамического равновесия. А если мы имеем, ну, скажем, стекло или что-нибудь такое другое в беспорядочном хаотическом состоянии, то время релаксации при приближении к абсолютному нулю будет расти чрезвычайно быстро, и поэтому стекло мы можем охладить практически до абсолютного нуля, энтропия его не будет равна нулю. Для этого пришлось бы ждать, я не знаю, какой-нибудь миллиард лет, чтобы оно закристаллизовалось при таких низких температурах. Ну вот, значит, в 1920 году он получил Нобелевскую премию по химии. Вообще он был как бы между физикой и химией, занимался исследованиями в области, которая сейчас называется химическая физика в основном, термодинамика химических реакций и так далее. Электрохимией он много занимался, в частности, гальваническими элементами, ну, батарейками, как-то в термодинамической точке зрения все происходит. Значит, в порядке хобби он разводил карпов, и когда кто-то спросил у него, почему такой странный выбор, мол, типа, кур разводить, и то интереснее. На что Нерст ответил, я развожу животных, находящихся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Разводить теплокровных, значит, обогревать за свой счет мировое пространство. Он был, ну вот, профессором, у него в кабинете стояла пробирка с каким-то хитрым органическим соединением, его название я не помню, которое плавится при 26 градусах Цельсия. Значит, если к 11 утра это соединение в ООО пробирке плавилось, он говорил, против природы не попрешь, и уводил студентов заниматься греблей и плаванием. Ну, вообще говоря... А, ну да, значит, теперь все-таки насчет того, что такое третье начало термодинамики, и как оно связано с квантовой физикой, с ее возникновением. Ну, такая наивная, что ли, точка зрения, откуда берется третье начало термодинамики, состоит в том, что основное состояние системы, как правило, не вырождено. Ну, в общем, для конечной системы оно, я думаю, всегда не вырождено. Вот. Ну, на самом деле... Поэтому при абсолютном нуле система находится в одном строго определенном квантовом состоянии, в основном состоянии, ну, и поэтому антропия равна нулю. Это... В этом есть кое-что правильное в таком объяснении, но это не вся правда. Потому что для любого тела достаточно большой величины энергетический интервал между основным состоянием и, скажем, первым возбужденным состоянием совершенно ничтожный. И очень быстро стремится к нулю, когда растет размер системы. Поэтому, если бы в этом было все дело, то для систем макроскопического размера приходилось бы уменьшать температуру вплоть до, там, 10 в минус огромнейшей степени градусов, чего никто делать не умеет. И никакой пользы от этого утверждения, от третьего начала термодинамики вообще бы не было. То есть, на самом деле, то, что при, так сказать, умеренно низких температурах, не безумно близких к нулю, а просто близких к нулю, энтропия все-таки равна практически нулю, следует из характера энергетического спектра низковозбужденных состояний. А этот энергетический спектр, как мы сейчас хорошо знаем, но это все выяснилось, я бы сказал, значительно позже, низколежащие возбужденные состояния больших макроскопических систем представляют собой газ элементарных возбуждений или квазичастиц. Эти квазичастицы могут быть самые разные, могут удовлетворять статистики Боза-Эйнштейна или статистики Фермия-Дирака, но в любом случае при очень низких температурах этих квазичастиц или элементарных возбуждений становится очень мало. и статистика Боза-Эйнштейна или Фермия-Дирака, которую мы как раз сегодня и будем обсуждать чуть-чуть подальше, нам однозначно говорит, что при низких температурах энтропия вот такого вот идеального газа, сподчиняющегося одной из этих двух квантовых статистик, стремится к нулю. И поэтому третье начало термодинамики именно и выполняется. Опять же, насчет того, что основное состояние не вырождено, это тоже правда, но не вся правда. Для конечной системы, да, так и оно не вырождено. То есть даже если, ну, например, взять кристалл конечного размера и поместить его в ящик какой-нибудь, как положено, пока этот кристалл конечного размера, то основным его состоянием будет состояние, где импульс этого кристалла как целого равен нулю. То есть он равномерно размазан по всему ящику. Поэтому никаких, так сказать, выделенных геометрических позиций, где находятся там узлы решетки, нет. Все это уже размазалось. В, что называется, термодинамическом пределе, когда размер нашего кристалла или там чего-то другого стремится к бесконечности, мы получаем вырожденное основное состояние. Мы можем сказать, что кристалл в пространстве зафиксирован таким образом, что узлы кристаллической решетки находятся вот здесь, здесь, здесь и здесь. Если мы этот кристалл как целое подвинем, на что-нибудь не кратное шагу решетки, мы получим другое состояние, которое имеет точно такую же энергию. Поэтому основное состояние вырождено. То есть всегда, когда есть спонтанное нарушение симметрии, основное состояние на самом деле вырождено. То же самое с сверстякучим жидким гелием. У него есть конденсат, у конденсата есть фаза. Фаза может быть любая, от нуля до двух пи. И энергия от нее не зависит. То есть нарушение симметрии приводит к вырождению основного состояния, но только в термодинамическом пределе, в пределе бесконечно большого размера системы. Если же мы рассматриваем систему конечного размера, то истинно основным состоянием будет то, где все вот эти смешаны с равными весами. Где фаза конденсата любая между нулем и двух пи. Или где положение решетки любое, потому что у всего этого кристалла нулевой импульс и так далее. Так вот, это все не важно для третьего начала термодинамики. Третье начало термодинамики в таком нормальном, практическом смысле справедливо, именно в силу того, что спектр низколежащих возбужденных состояний похож на идеальный газ. А идеальный газ, подчиняющийся квантовой статистике, имеет энтропию, стремящуюся к нулю. Да, еще может быть. Энтропия вообще-то исходно была определена в термодинамике таким образом, что определялся только ее дифференциал, ДС, который равен, как известно, ДКУ на Т. Поэтому энтропию можно определить как интеграл, но к энтропии всегда можно прибавить любую константу. То есть в рамках чистой термодинамики важны только разности энтропии одного и того же тела, насколько энтропия изменилась в результате какого-нибудь процесса. Абсолютное значение может быть любое. Есть аддитивная постоянная, ее сюда можно прибавить. Но если же мы определим энтропию по Больцману как логарифм числа состояний, то как раз нулевая энтропия будет соответствовать тому, что число состояний равно единице. И это как раз фиксирует начало отсчета и фиксирует правильно в соответствии с третьим началом термодинамики. Из этого третьего начала термодинамики следует, в частности, что теплоемкости любые любых тел стремятся к нулю при температуре, стремящейся к нулю. Ну и там многие другие вещи. Да, из него, кстати, следует, что строго абсолютного нуля достигнуть невозможно. То есть можно к нему асимпатически приближаться, ну типа как к скорости света, как аналогичная ситуация, а достигнуть невозможно. Ну вот, значит, еще тогда уж пару слов про Нернста. Нернст на самом деле был, судя по всему, личностью довольно неприятной. Во время Первой мировой войны он активно занимался военными применениями химии. Причем самыми разными, как усовершенствованием взрывчатки, так и отравляющими веществами. Он разрабатывал одно из направлений этой военной деятельности, связанное с доставкой отравляющих веществ при помощи артиллерийских снарядов. Но успеха он, надо сказать, не достиг. То есть когда это отравляющее вещество складывают в снаряд, стреляют из пушки куда-то там к противнику, то, собственно, каким-то образом поражаются ну там один-два человека, которые случайно оказались прямо рядом с этим местом, куда этот снаряд упал. Что совершенно неэффективно с точки зрения вояк, которым нужно побольше противника вывести из строя. Дальше я там упомяну другого человека, который этим... Хайбера, Фрица Хайбера, который был конкурентом Нернста и занимался более опасным направлением. Ну ладно, это значит будет, когда дойдет речь до этого. Из вот этого вот третьего начала термодинамики следовало, ну вот в частности, что все теплоемкости стремятся к нулю, и когда в квантовой теории... Нет, ну когда не в квантовой теории, а сначала в экспериментах действительно наблюдалось, в частности в экспериментах Нернста и многочисленных его учеников, наблюдалось, что теплоемкости твердых тел действительно начинают довольно бойко убывать при понижении температуры. Но это все подтверждало третье начало термодинамики. И, как мы уже говорили, первое какое-то теоретическое объяснение этому дал Эйнштейн. Была модель Эйнштейна, очень грубая, где действительно теплоемкости стремились к нулю, но чересчур быстро. А потом была модель Дибая или эквивалентная, улучшенная ее версия, которую разрабатывал Борнс компанией, где более реалистично описывалось поведение теплоемкости твердых тел при нескольких температурах. То есть они действительно стремились к нулю, в этом смысле все было в полном порядке. Следующий такой шаг, значит, это был 1905 год, когда нервнство двинуло, это третье начало термодинамики. Следующий важный шаг в части развития термодинамического, статфизического подхода к квантовой теории, это формула Сакура Тетруде. Сакура, наверное. И более того, наверное, даже Закура, если аккуратнее говорить. Ну, как-то в русских книжках обычно пишут Сакура, но поскольку он немец, то правильнее говорить Закура. Ладно, это не очень важно. Это 1911 год, это уже чуть попозже. Значит, что это за формула такая и зачем она вообще нужна? Энтропию классического больсмановского идеального газа из термодинамических формул считали люди давным-давно, но не знали вот это начало отсчета. Из термодинамических формул можно только сказать с точностью до прибавления константы, чем уравна энтропия. Потом, когда вот в старой квантовой теории появилась идея, которую, в частности, Планк активно пропагандировал, что фазовое пространство делится на некие области размером 2 pH. И каждая такая вот маленькая область фазового пространства это и есть одно состояние. То есть, почему в классике нельзя по формуле, там, скажем, Больсмана с логарифмом W посчитать абсолютную энтропию? Ну, потому что нет единицы измерения. Объем фазового пространства величина размерная. Взять от него логарифм, ну, непонятно. То есть, надо придумать какую-то единицу измерения фазового объема. На эту единицу измерения поделить и взять логарифм. Тогда будет что-то осмысленное. На единицу измерения в классике можно придумывать любую. И получится энтропия, определенная с точностью до прибавления неизвестной константы. Ну, вот потом Планк сказал, что одномерный объем фазового пространства, соответствующий одному квантовому состоянию, есть 2 pH. Ну, там, онмерный, соответственно, 2 pH в энной. И поэтому, когда мы считаем, когда мы считаем интеграл, скажем, произведения по всем частицам, здесь будут D3R, D3P, мы их должны делить не на что-нибудь, а на 2 pH в кубе. И получается уже безразмерная вещь. И тогда можно посчитать энтропию классического Больсмановского идеального газа с правильной константой. В те времена это называлось химическое постоянное, потому что это химическое постоянное. Ну, то есть, при газовых реакциях между разными газами химических, сколько там выделяется или поглощается тепла, зависит от энтропии начальных и конечных газов. И потому, чтобы посчитать тепловой эффект реакции газовой, нужно знать энтропию абсолютную. Не то, что это у одного газа чего-то плюс константа, а у другого газа это чего-то плюс другая константа. Эти две константы никак друг с другом не связаны. Это плохо. Так мы не разберемся в термодинамике газовых химических реакций. А вот эта константа называлась поэтому химической постоянной в энтропии и посчитали ее Сакур или Закур и Тетродия, независимо друг от друга. Значит, вот этот самый Отто Сакур родился в 1880-м в Бреслау и, похоже, там в основном и жил большую часть. То есть, кончил университет Бреслау, в 1901-м защитил диссертацию, в 1903-м съездил в Лондон к Рамзаю и в Берлин к Нернсту, так что они явно были знакомы, в 1905-м защитил хабилитационную диссертацию, в 1911-м стал профессором химии все в том же Бреслау, домосед. Большинство этих профессоров ездили по целой куче университетов. Значит, вот в этом же 1911-м году и следующая статья в 1912-м он как раз опубликовал формулу для антропии классического идеального газа с правильной константой. В 1914-м году, когда началась Первая мировая война, он перешел работать в Берлин в институт Фрица Хаббера. Фриц Хаббер был тоже представителем химиков, очень противоречивая фигура, я бы сказал. С одной стороны, то есть, Фриц Хаббер, Нобелевский лауреат по химии, разработавший метод синтеза аммиака. И, как утверждается, сейчас чуть ли не половина, ну или четверть, во всяком случае, населения земного шара питается продуктами растительного происхождения, выращенными с использованием удобрений, при производстве которых, в частности, использовалась технология, разработанная Хаббером. За эту же технологию он Нобелевскую премию получил, за эту реакцию с синтеза аммиака. То есть, с одной стороны, вроде получается благодетель человечества такой, с другой стороны, как раз он тоже занимался химией в военных целях во время Первой мировой войны, и, в частности, именно он разрабатывал отравляющие газы, которые не надо было посылать там в снарядах, а надо было просто подождать попутного ветра, чтобы он вот от наших войск к фрежеским войскам дул. Выпустить этот газ, ветер его унесет, и вот такое-то военное применение отравляющих газов в Первой мировой войне унесло огромное количество жизней, там хлор пускали, еще чего-то, я уж не знаю, фасген там какой-то. Фритцхайбер был одно время там в международных списках военных преступников, так что вот я говорю, две разных стороны одного и того же человека. Да, так вот, значит, Отто Сакур с 2014 года работает в этом военном институте Хабера в Берлине, и в декабре того же года погиб при взрыве в химической лаборатории. То есть он, похоже, взрывчаткой занимался, а не отравляющими газами, иначе бы он отравился. Ладно, Ахьёго Тетруде, он голландец, родился в 895-м, попозже, в Амстердаме, и отец его был директором национального банка голландского. Похоже, не бедная семья. Значит, окончил университет в... там же, в Голландии, но не окончил, на самом деле, в 2011 году еще поехал в Липсигский университет, в Германию. В 2012 году вернулся в Амстердам, и в 2012 же году опубликовал вот ту же самую формулу, которая сейчас и называется Сакура Тетруде. Значит, он был очень таким замкнутым и нелюбимым человеком, переписывался с многими известными физиками, с Лоренцем, конечно, с Иринфестом, с Эйнштейном, жил в Амстердаме. Однажды Эйнштейн, когда приезжал в Голландию, вместе с Иринфестом, были в Амстердаме, зашли в дом, где жил Тетруде, постучали в дверь, служанка их прогнала, сказала, хозяин гостей не принимает. Да, и в 1931 году вполне молодым умер от туберкулеза. Ну, ладно. Так вот, значит, вот эта самая формула для энтропии классического идеального газа, во-первых, она действительно полезна в химии газовых реакций, во-вторых, скажем, в принципе, позволяет измерить постоянную опланку, потому что в эту формулу входит постоянная опланка. Поэтому один из способов, такой мыслимый вполне, способ измерить постоянную опланку, а такой, взяли какое-нибудь вещество при температуре очень близкой к абсолютному нулю. Сказали, что энтропия у него равна нулю по третьему началу. То начали его греть и при этом все время мерить теплоемкость. Это вещество сначала расплавится, потом испарится, и в конце концов при достаточно высокой температуре превратится в идеальный газ. Поскольку мы теплоемкость мерили все время, мы можем проинтегрировать эту самую ДКУ на Т от нуля до какой-то высокой температуры, где этот газ стал уже идеальным. Найти абсолютную энтропию, сравнить с формулой Сакура Тетродя и определить экспериментально постоянную опланку. Тоже способ. Ну, в общем, вряд ли самый легкий. То есть это в такой известной книжке «Физики шутят», там есть вопросы для экзамена по физике, так вот там вопрос по экспериментальной физике формулировался так. Предложить о самый дорогой способ измерения постоянной планки. Ну, вот это хороший кандидат, по-видимому. Ну, ладно. Значит, вот в 2011-2012 году тем самым была получена уже такая правильная с точки зрения квантовой теории формула для антропии. Однако же сам идеальный газ предполагался Больцмановским. То есть частицы считались различимыми, никаких эффектов связанных с тождественностью частиц, при этом во внимание не принималось. Дальше собственно квантовая настоящая статистическая физика началась с Боза. Значит, Боза индус, значит, как бы шиво звали Сатьендра Надбоза. Ну, я бы сказал вот в физике один из самых известных индусов. Не так уж их много знаменитых людей из Индии, которые внесли большой вклад в развитие физики. Значит, он родился в 894 году в Калькутте. Отец его был инженером на железной дороге. В 13 году он окончил курс Калькутского университета, получил степень магистра прикладной математики. В 16 году стал лектором все того же Калькуттского университета. Там же вместе с ним работал Саха, еще один известный индус. И они вдвоем выпустили в Индии книжку переводов статей классиков теории относительности. Причем переводов на английский, не на индийский. То есть просто большая часть этих статей была на немецком. Немецкий в Индии уж точно никто не знал. На английский знали более-менее все, потому что это же была в конце концов Британская Индия. Образованные люди там несомненно знали английский. Вот поэтому они перевели все статьи Эйнштейна и прочих классиков на английский язык и выпустили в виде книжки. Потом в 21 году он переехал в другой университет, в университет города Дхака, который ныне находится в Бангладеш. Тогда это была Бангладеш и Индия все вместе и Пакистан я думаю тоже все это вместе взятое представляло собой Британскую Индию. Там он читал лекции по физике студентам, разбирался в мере сил и возможностей с современным развитием физики, то есть он был одним из очень немногих, если не единственным профессором в Индии, которые читали лекции по теории относительности, по квантовой теории того времени, вот начала 20-х годов и так далее. В частности распределение Планка, там гипотеза световых квантов Эйнштейна и так далее. Все это он рассказывал студентам на лекциях. И вот однажды он задумался о том, как ему на лекции наиболее понятным и последовательным и без каких-то логических скачков образом получить распределение Планка. Значит, он исходил из корпускулярной точки зрения, то есть из того, что равновесное электромагнитное излучение, это и есть газ фотонов. И если для газа фотонов применить статистику Кольцмана, то получится распределение Вина, а не распределение Планка. То есть тут применение формулы с классической статистической физики, оно приводит к неправильному ответу, что, в общем, довольно очевидно. Но он когда делал этот вывод, чтобы подготовиться к лекции, просто в процессе подготовки к лекции для студентов, он сделал ошибку при вычислении числа возможных состояний, от которого надо взять логарифм, чтобы получить энтропию, и получил в результате формулу Планка правильную. Значит, это была хорошая ошибка. Значит, потом он стал действительно интенсивно думать, что же именно он там, чем же его способ подсчета состояния отличается от Больцмановского, и почему у него получилась формула Планка в результате. Потом он это понял, что он, ну, то есть, фактически он считал фотоны тождественными частицами, поэтому состояние, которые отличаются друг от друга перестановкой двух фотонов, он считал за одно состояние, а не за два разных, в отличие вот от Больцмана. Тогда он написал статью насчет вот этого вывода распределения Планка. Распределение Планка уже выводили люди, я не знаю, десятки раз, наверное, самыми разными способами, потому что это уже был какой это был год, это был 24-й год, это уже почти приблизились к созданию квантовой механики, то есть это был далеко не первый, не второй, не третий вывод распределения Планка, но тем не менее вообще говоря он был другой, отличающийся и от вывода Эйнштейна, и от прочих Дибая, там, вот, тогда он значит написал статью на эту тему типа новый вывод распределения Планка, и послал ее в английский журнал, там, какой-то известный, где ее зарубил рецензент, сказал, что все это неинтересно, формулу это уже все знают, что, мол, статью на эту тему публиковать, тогда он, тем не менее, это его не остановило, и он эту статью послал Эйнштейну, прямо на личный адрес, и попросил поспособствовать публикации этой статьи в каком-нибудь немецком журнале. Эйнштейну статья чрезвычайно понравилась, он ее сам самолично перевел на немецкий язык, и от имени Боза послал в Цейшрифтфюрфюзик, то есть основной немецкий журнал, где публиковались большая часть статей по квантовой теории. Ну, а Эйнштейн настолько заинтересовался вот этим подходом Боза, что решил его обобщить со случая газофотонов на случай просто газа, скажем, газа каких-то молекул или атомов, нормальных, так сказать, имеющих конечную массу, вовсе даже не нулевую и так далее. То есть, вот если подсчет состояния делать по тому же принципу, как его делал Боза, то получается некая теория идеальных газов вот, ну, как мы потом увидим, не для всех идеальных газов она годится, а только те, которые действительно подчиняются статистике Боза, Эйнштейна. И он написал на эту тему две статьи в 1924-1925 году. Там же он как раз говорил, что имеется близкая аналогия между газом, ну, массивных частиц и газом фотонов, то есть равновесным излучением. В частности, он посчитал тоже в флуктуации энергии в маленьком объемчике. Он это давно уже делал, Эйнштейн, для равновесного излучения. Если есть излучение при температуре Т, то взяли какой-то маленький объемчик в большом этом сосуде и считаем дельта Е квадрат средняя, среднеквадратичную флуктуацию энергии излучения в этом объемчике. И он там получал два слагаемых. Одно из них имело смысл корпускулярный, а другое волновой. И, исходя из этого, он как раз и придумал корпускулярно-волновой дуализм для света. Так вот, он сделал то же самое для газомассивных частиц, подчиняющихся вот этой статистике, придуманной Бозой и развитой Эйнштейном, тоже получил эти же два слагаемых. И именно в этой-то статье он написал те слова, что подход Дебройля в общем-то не так уж и глуп, что действительно в идеальном газе атомов мы тоже имеем для флуктуации сумму корпускулярного и волнового вкладов, так что должны быть какие-то волновые свойства этих атомов этого самого газа. Кроме того, он там обнаружил совсем уж интересное явление во второй из этих статей, что если вот этот идеальный газ охладить до достаточно низких температур, идеальный газ, в котором число частиц сохраняется, в отличие от газа фотонов, там оно не сохраняется, фотоны могут излучаться, поглощаться, то есть их число подстраивается под условия термодинамического равновесия. А для газа сохраняющихся частиц им деваться некуда, они переходят на более низкие энергетические уровни. И вот при некоторой температуре места на возбужденных уровнях, всех возбужденных уровнях, начиная с первого, так сказать, для всех атомов этого газа не хватает. Поэтому все, которые на них не влезли, вынуждены скапливаться в одном единственном состоянии, в основном состоянии. то есть это вот конденсация. Конденсацией, конечно, и с конденсатом терминология, принятая, особенно у нас в стране, принятая, она исторически совершенно неправильная. То есть все говорят у нас говорят Боза-конденсат и Боза-конденсация. Что при всем глубоком уважении к выдающемуся индусу Боза абсолютно неправильно. У Боза не было никакой конденсации, он рассматривал только газ фотонов, число которых не сохраняется. А конденсацию эту и конденсат этот придумал именно Эйнштейн, развивая дальше идеи Боза. На самом деле в англоязычной литературе все-таки более аккуратно действуют. Обычно пишут Бек, Боза-Эйнштейн конденсейт. Но опять же слово Боза здесь в общем-то лишнее, честно говоря. ну вот, тем... А, да, еще одну важную вещь я не сказал. Антропия вот такого вот Боза-Эйнштейна Больцмановского газа и энтропия Боза-Газа-Фотонов при температурах стремящихся к нулю стремится к нулю. Так что третье начало термодинамики удовлетворяется. Энтропия Больцмановского газа к нулю не стремится. Ну вот та, которая посчитана по формуле Сакура-Тетроди, она стремится к минус бесконечности. То есть что однозначно свидетельствует, что эту статистику Больцмана нельзя применять для низких температур. Там она теряет свою применимость. А вот в газе Боза-Эйнштейна все в порядке. Третье начало термодинамики благополучно выполняется. Но потом чуть погодя, на самом деле достаточно быстро, выяснялось, что не для всех сортов частиц применима вот эта статистика Боза-Эйнштейна. Но начать с того, что в статистике Боза-Эйнштейна в одном состоянии может быть сколько угодно частиц. Любое число от нуля до бесконечности. А для электронов, по крайней мере, был уже известен принцип Паули. Впрочем, он тогда же был примерно открыт. Примерно тогда же был открыт принцип Паули, который утвердал, что в одном квантовом состоянии может находиться только ноль или один электрон. Тем самым газ из электронов, в частности, других примеров достоверно и известно тогда не было, но для электронов уж точно, должен описываться какой-то другой статистикой. И эта статистика, которая сейчас называется ферме Дирака, ее первым открыл Йордан. Значит, произошло это в конце 1925 года. Йордан, ну вот, под впечатлением принципа Паули, который в том же 1925 году, только раньше, и был, собственно, открыт и опубликован, подумал на тему, как бы это все применить к идеальному газу, и получил, собственно говоря, все, что надо для описания идеального газа вот частиц, подчиняющихся принципу Паули. Написал на эту тему статью. Это был где-то конец 1925 года. И отдал ее Борну, потому что Борн был одним из редакторов журнала «Цейшрифтфюрфюзик». То есть он отдал ее не как своему научному руководителю, а как редактору журналов в профессиональном качестве, скажем так. Борн практически сразу после этого уехал в Америку на довольно длительное время, где он, кстати, вместе с Венером сотрудничал и так далее, лекции читал и так далее, и совершенно забыл, что у него в чемодане лежит статья Йордана. И в результате она там чуть не полгода провалялась, а через полгода было уже поздно, потому что это уже статистику переоткрыли ферме и несколько позже Дирак. В результате статья Йордана опубликована так никогда и не была. Если бы не забавчивость Макса Борна, возможно, мы бы сейчас говорили не фермеоны, а йорданоны. Первый, кто опубликовал эту статистику в уже действительно доступном всем желающим физикам месте был Энрика Ферми. Значит, про Энрика Ферми. Энрика Ферми вообще выдающийся человек в каком-то смысле последний универсал физики вообще был одновременно выдающимся теоретиком и выдающимся экспериментатором. Он родился в 1901 году, то есть сверстник Хайзенберга, Паули, вот этих молодых создателей квантовой механики. Отец его был железнодорожным служащим, мать-учительницей. В 1918 году окончил высшую нормальную школу в Пизе. В 1922 году защитил диссертацию в университете города Пиза, это где Пизанская башня, тот самый. Потом в 1923 году на несколько месяцев съездил в Гетинген к Борну, в группу Борна по их приглашению, и не смог ни с кем там близко скажем так сойтись, подружиться и так далее. Вообще говоря, в Гетингене ему все не понравилось, ему очень не понравилось такой математический настрой, стремление все достаточно строго доказывать, он как-то не считал, что это хорошо для физики. Ну и с его точки зрения там были очень умные люди все вокруг, начиная с того же Борна, прекрасно знавшие математику, по сравнению с ним самим, с Энрико Ферми, уровень знаний был совершенно несравнимый, он как бы в таком подавленном настроении вернулся обратно в Италию. Потом, к счастью, в следующем 24-м году его на несколько месяцев пригласил Эринфест, пригласил в Лейден, и Эринфест вообще очень доброжелательный человек, особенно к молодым физикам, он как раз вернул Ферми уверенность в себе, что он действительно что-то может, что он не то, чтобы он был первый парень на деревне, где просто других физиков нет, а что он вполне на уровне лучших физиков европейских стран, где физика, скажем так, развита. Италия тогда была, конечно, такой глухой провинцией, в научном смысле, никого из выдающихся физиков не было. Ну вот, значит, в 25-м году он стал профессором Флорентийского университета, а в 26-м профессором университета в Риме. Ну и в Риме он жил долго, пока не был вынужден эмигрировать после того, как к власти пришли итальянские фашисты. Кстати, это разные вещи, германские нацисты, итальянские именно фашисты. Это слегка разные вещи. Хотя и то, и другое плохо. Ладно, так вот, значит, там в Риме в 26-м году он опубликовал вот первую, то есть говорят, что Ферми опубликовал работ достаточно на 5 Нобелевских премий. Я сейчас все 5 не вспомню, но вот первая работа несомненного Нобелевского уровня это статистика Ферми. Ферми Дирака, скажем так. Это работа 26-го года. Значит, он рассмотрел газ частиц, подчиняющихся принципу Пауле. Обычно при рассмотрении просто идеального газа, начиная с Больцмана и так далее, рассматривали газ, помещенный в прямоугольный параллелепепет с абсолютно непроницаемыми стенками, где эти атомы этого газа отражаются от стенок. По какой-то причине, я на самом деле не могу точно сказать по какой, рассматривать этот ящик с непроницаемыми стенками Ферми не захотел, а рассмотрел Н штук частиц, подчиняющихся принципу Паули в трехмерном осцилляторном потенциале. Да, естественно, это тоже позволяет найти все, что нужно про идеальный газ, какая разница, что он находится в таком внешнем поле. То есть, он получил на самом деле в каком-то смысле все, что надо, опубликовал сначала в Италии на итальянском журнале, который никто не читает, а потом опубликовал перевод в каком-то немецком журнале, который уже люди читают. Но на эту статью надо сказать обратили очень мало внимания, даже вот на немецкую. Потом спохватились. Ладно. Значит, следующий шаг. В том же 26-м году, то есть, тут все разности времени описываются небольшим числом месяцев. Чуть позже, публикации вот этой статьи Фермии, совершенно независимо Хайзенберг опубликовал действительно замечательную статью, которая, вообще говоря, была посвящена совсем другому вопросу, а именно устройству атома гелия. Хайзенберг с атомом гелия возился еще там где-то в начале 20-х в рамках теории Бора-Зоммерфельда. И с атомом гелия там ничего не получалось хорошего. Но, естественно, потому что тогда не был известен ни принцип Паули, ни спин электрона, совершенно необходимые вещи, чтобы понять, как же устроен атом гелия и его спектр. Спектр атома гелия характеризуется такой особенностью, которая была давно известна спектроскопистам, что он состоит, если рассматривать спектральные термы, то есть спектральная линия это переход из одного спектрального терма в другой, разность энергии этих двух термов. То есть две системы спектральных термов, которые не комбинируются друг с другом. То есть возможно переходы с излучением света в рамках термов одной из этих систем отдельно в рамках другой. Это назывались спектры парагелия и ортогелия. Причем в спектре в наборе спектральных термов я уже говорю про интерпретацию не про линии конкретные, а про энергетические уровни. Основное состояние гелия, самое низкое энергетическое состояние относится к парагелию. Для ортогелия его аналога скажем так нет. А в остальном возбужденное состояние парагелия и состояние ортогелия более-менее близки по энергиям. Они образуют похожие друг на друга лестницы энергетических уровней, заметно сдвинутые, не то, чтобы они были равны, но качественно они весьма похожи. Хайзенберг после того, как уже появилась квантовая механика, был известен принцип Паули, было известно про спин электроны, три радикально важных компонента, чтобы понять атом гелия. Он их таки свел все вместе и понял атом гелия. Что же он сказал? Что сказал Хайзенберг где-то в летом осенью 1926 года? Что раньше пытались разности энергии между этими уровнями парагелия и объяснить магнитным взаимодействием. Что у электрона есть магнитный момент, когда спины параллельно, то эти магнитики притягиваются, когда параллельно отталкиваются, или наоборот, я уж не соображу. Но всяком случае энергия разная. Но тогда это должно быть порядка тонкой структуры, это должно быть очень маленькие разности энергий. Экспериментально они гораздо больше. Экспериментально они порядка основных расстояний между уровнями. Хотя они не сильно большие в этом масштабе, но это не тонкая структура. Так вот, Хайзенберг понял следующую вещь, что эти расщепления между уровнями пара и ортогелия, когда спина двух электронов пара, это значит против, то есть это спина в противоположные стороны, спин ноль суммарный, а орт это когда спины параллельны, спины единицы. Расщепление вызвано кулоновским взаимодействием между электронами, а не магнитным, которая есть там релятивистская поправка. почему? Вот допустим, если мы сначала пренебрежем взаимодействием между электронами вообще, есть два электрона, к ядру они притягиваются, друг с дружкой они взаимодействуют, вот такая какая-то упрощенная задачка, то тогда каждый энергетический уровень будет вырожден. Ну вот если решать просто уравнение Шрёдингера, то будут волновые функции такого вида, скажем, Пси1 от R1 на Пси2 от R2. И будет также волновая функция вида Пси1 от R2 на Пси2 от R1. Поскольку электроны одинаковы, то эти две волновые функции будут являться решениями уравнения Шрёдингера в точности одной и той же энергии. Ну а также на самом деле любые их линейные комбинации. Дальше Хейзенберг тут же понял, что удобными линейными комбинациями являются сумма или разность. Тогда вот такого рода суммы будут симметричны относительно перестановки координат двух электронов, а разности будут антисимметричны. То есть про спин тут пока ничего не говорится, пока речь идет про координатную волновую функцию. Координатная волновая функция может быть симметрична, а может быть антисимметрична. Тогда если мы таки учтем кулоновское отталкивание электронов друг от дружки, то в случае знака минус она будет слабее, потому что электроны тогда почти никогда не будут находиться близко друг от друга. Когда р2 стремится к р1, разность стремится к нулю. То есть вероятность найти два электрона близко друг от друга для этих состояний будет мало, а для этих она будет больше значительно. Поэтому кулоновское отталкивание здесь будет давать меньший вклад в энергию, а здесь больший. Вот это называется обменным взаимодействием. Существенно позже тот же Хайзенберг... Ну что значит существенно? Там все бусто происходило через год. Тот же Хайзенберг на основе вот этого обменного взаимодействия построил первую действительно правильную физическую теорию феромагнетизма. Железе спины хотят выстроиться параллельно именно тоже из-за обменного взаимодействия отнюдь не из-за магнитного. Ну вот значит ну а дальше был тоже известный спектроскопии факт что сейчас я соображу в какую сторону значит пара это когда спин 0 а когда спин 0 это значит что здесь в координатной функции знак плюс ну да вот те термо которые соответствуют плюсу в этой формуле они синглетные а те которые соответствуют минусу они триплетные там есть тонкая структура из-за того что спин не нулевой суммарный ну и вот этот факт был известен ну вот чисто эмпирически с точки зрения Хаземберга когда он это все писал представлялось что возможно ну четыре варианта координатная функция может быть симметрична или антисимметрична спин суммарный может быть ноль или единица и вот оказалось что из четырех вариантов природа допускает два а два запрещает и как раз те варианты которые реализуются в природе они соответствуют тому что полная волновая функция координатно-спиновая антисимметрична относительно перестановки электронов то есть вот Хаземберг таки первый и понял что а ну да в этот момент он конечно сообразил что отсюда следует что для такой антисимметрии отсюда следует принцип Паули что если Пси1 и Пси2 есть одна и та же функция то мы получим просто ноль то есть получим тривиальное решение которое не описывает никакое состояние атома гелия то есть получим что два электрона в состоянии с одинаковой волновой функцией находиться не могут то есть принцип Паули следует из антисимметрии волновой функции относительно перестановки координат ну координат включая спины электронов это вот значит большое достижение Хайзенберга а ну да это большое достижение скажем так принципиальное кроме того он посчитал количественно спектральные термоатомы гелия все кроме основного состояния с основным состоянием там сложно было на самом деле в очень грубом приближении на самом деле сейчас ну мало того что ну там физики занимающиеся атомной физикой считают на много-много-много порядков точнее даже в учебнике в любом там задачнике по квантовой механике там вариационным методом просят найти энергии уровней гелия и делается это заметно точнее но это же была самая первая работа значит я думал очень грубое приближение которое состояло в том ну вот что взять в качестве потенциала в котором движется скажем один из электронов если этот электрон находится далеко начало координат а второй предположительно много ближе то второй заэкранировал заряд ядра и заряд ядра стал равным единичке то есть здесь мы имеем кулоновский потенциал с зарядом ядра равным единичке при некоем R0 который будет рассматриваться как подгоночный параметр этот электрон подошел к ядру достаточно близко и здесь будет кулоновский потенциал вот так нарисовать чтобы видно было здесь вот кулоновский потенциал медленно убывает а здесь он вдруг резко начинает убывать значительно быстрее потому что здесь считается что электрон чувствует заряд ядра равной двойке значит Хейзенберг использовал вот такую вот простую модель где решение можно было взять из статьи Шейзенбергера просто-напросто от 0 до R0 и от R0 до бесконечности R0 рассматривал как свободный подгоночный параметр и такая модель она в общем не столь уж и глупа для случая когда один электрон находится в основном состоянии в 1С состоянии а второй электрон в каком-то возбужденном состоянии тогда он действительно в основном много дальше от ядра и тот первый электрон заэкронировал заряд заряд стал фактически единицей то есть для всех возбужденных состояний у него получились неплохие результаты которые там с точностью я не помню несколько процентов может быть 10 процентов согласовывались с экспериментом не безумно точно но лучше чем кто бы то ни было до того мог объяснить атом гелия для основного состояния это приближение было чересчур уж грубым там они ну одинаково близко от ядра и там как-то такой такой фокус не очень проходил поэтому про энергию основного состояния Хайзенберг ничего внятного сказать не мог но все основные остальные он написал очень прилично описал также тонкую структуру вот с учетом спин-спинового взаимодействия то есть в общем детально описал атом гелия впервые так ну и что там дальше было про работу ферми он конечно не знал про то что он что вот электроны подчиняются статистике ферми Дерака он тоже естественно не знал он знал только принцип Павли дальше была замечательная работа Дерака который как раз и ну скажем так сформулировал все связанное с системами тождественных частиц в квантовой механике уже ну вот окончательным образом так что ну добавить практически нечего к этому ну во-первых тут действительно есть очень интересный такой ну что ли философский какой-то вопрос в классической механике никакой тождественности там частиц быть не может во-первых всегда можно себе представить что скажем две частицы отличаются чуть-чуть одна имеет массу m другая массу m плюс дельта m например дельта m можно стремить к нулю но пока оно не есть в точности ноль это все-таки разные частицы то есть там можно представить себе частицы которые чуть-чуть сколь угодно мало отличаются в квантовой механике это не так в квантовой механике есть четкое деление частицы либо разные либо дождественные одно из двух никакого промежуточного никакого перехода между этими двумя возможностями плавного не существует в принципе а во-вторых что тоже важно в классической механике всегда можно например в какой-то начальный момент времени например вот момент времени т 0 сказать что у нас есть вот одна частица давайте мы ее обзовем частицей номер 1 и другая мы ее обзовем частицей номер 2 и вот если здесь есть другой момент времени т где-то позже то всегда можно сказать которая частица здесь есть номер 1 а которая номер 2 потому что в классической механике никто не мешает просто проследить всю траекторию одной частицы и сказать ага вот это номер 1 а вот это номер 2 Просто проследить по непрерывности за этими траекториями В квантовой механике так сделать нельзя И поэтому даже если вы, скажем, имеете действительно вначале две частицы Ну там, я не знаю, мысленно разделили этот отрезок пополам Сказали, что в левой половинке у вас сидит частица номер один, а в правой номер два То в более поздний момент времени абсолютно невозможно сказать Которая из частиц, которые вы здесь наблюли, является первой, а которая второй Они могли перепутаться, поскольку этих траекторий нет Ну вот, поэтому, значит, в квантовой механике тождественные частицы есть нечто качественно отличное Немножко отличающихся Ну и это, может быть, было немножко отступление А что же, собственно говоря, сделал Дерак? Ну вот Дерак сказал, что перестановка двух тождественных частиц Есть операция асимметрии То есть если их переставить, то ничего не должно измениться Если их переставить второй раз То мы, вообще говоря, вернемся просто к прежнему состоянию Ну вот как здесь Если я здесь поменял местами R1 на R2, потом второй раз поменял местами R1 на R2 Я вернулся к той же самой волновой функции, которая была в начале То есть вот эта операция, возведенная в квадрат, есть тождественное преобразование Поэтому волновые функции частиц, тождественных частиц Могут быть симметричны, либо антисимметричны относительно их перестановки Дерак рассмотрел систему не обязательно двух частиц, любого числа частиц Показал, что если волновая функция этой системы частиц симметрична относительно их перестановки, их координат То эти частицы удовлетворяют статистике Боза и Эйнштейна Ну что неудивительно, потому что когда мы имеем симметричную волновую функцию То сколько угодно частиц может находиться в одном и том же состоянии А если она антисимметричная, то там возникает принцип Паули сразу же И это те частицы, которые подчиняются статистике Ферме Дерака Написал все формулы для газа, но для газа Боза частиц Эйнштейна их уже написал Поэтому у Дерака это сказано кратко, со ссылкой на Боза и на Эйнштейна А для статистики Ферме и Дерака Дерак таки и написал все формулы для идеального газа То, что фактически, хотя в несколько другом подходе это же сделал Ферме несколькими месяцами Раньше он не знал, правда на самом деле он потом говорил, когда его спрашивали там много лет спустя Он говорил, что он видел статью Ферме, но как-то не придал ей значения и забыл совершенно про нее Поэтому, когда он сам писал свою статью, он на нее не сослался Потом Ферме ему прислал письмо, типа того, что вот это я уже раньше все получил Дерак признал это и впоследствии всегда аккуратно ссылался на статью Ферме как первооткрывателя Когда первооткрывателем на самом деле был Йордан, только про это никто не знал Ну ладно, он же там написал, да, вывел функцию распределения вот эту Ферме и Дерака Написал там для случая n частиц, подчиняющихся вот этой антисимметричной статистике То, что сейчас принято называть слетеровский детерминант Он его написал раньше слетера То есть, когда есть n частиц, то надо не просто вот разность писать А надо написать такой вот детерминант Здесь будет Пси1, Пси2, Пси3 и так далее Они будут от R1, R2, R3 А здесь мы, скажем, R будем переставлять по-всякому Ну, получится такой детерминант какой-то Где много слагаемых с плюсами и с минусами То есть, он, в общем-то, сделал все, что, собственно, и можно было сделать Ну, а теперь я немножко про суть дела расскажу Чем же, собственно говоря, отличаются эти статистики Классическая статистика Больцмана, статистика Боза и Эйнштейна И статистика Ферме и Дерака А, кстати, Йордан, ну это неудивительно Йордан никогда, впоследствии в своих статьях, не использовал термина статистика Ферме и Дерака Он ее называл статистика Паули Поскольку он сам ее придумал раньше в Ферме и Дерака Ну, ладно Так вот, значит, как считать состояние в этих трех статистиках Ну, сначала я просто возьму случай, когда будет у меня, допустим, три состояния и две частицы Частицы в классике различимые Поэтому вот если у меня есть три состояния То эти две частицы можно по ним посадить девятью разными способами Ну, допустим, первая частица находится здесь Тогда вторая может быть здесь Вторая может быть здесь Вторая может быть здесь Ну, и так далее Ну, ладно, я, пожалуй, нарисую все 9 Потому что мне это надо будет сравнивать с другими статистиками Если первая частица находится здесь То вторая может быть здесь Здесь Или здесь Ну, и, наконец, если первая здесь То вторая может быть здесь Вторая может быть здесь Или вторая может быть здесь Итого мы получаем 3 в квадрате, что неудивительно. 3 в квадрате способов разместить две частицы по трем состояниям. В случае статистики Воза и Эйнштейна. Обзывать их первой и второй нельзя, они тождественны. Можно только говорить, в какое состояние сколько их попало. Может быть, обе частицы попали сюда. Может быть, обе частицы попали сюда. А может быть, обе частицы попали сюда. Дальше. Может быть, частицы попали вот так. Может быть, они попали вот так. И может быть, они попали вот так. Все. Итого получается 6 состояний в статистике Воза и Эйнштейна. И, наконец, в статистике Ферми и Дерака возможно, фактически, вот эти же три картинки. Эти невозможны. В одном состоянии не может быть больше одной частицы. Там либо 0, либо одна частица. А вот эти три возможны. Вот они могут быть вот так. Они могут быть вот так. И они могут быть вот так. Итого три. Вот это вот и была та самая ошибка, которую Боза сделал, когда готовился к лекции. Он вместо вот этого получил вот это фактически. Не учел, что перестановки частиц по Больцману дают разное состояние. Ну и можно нарисовать какую-то такую таблицу. Где бы ее нарисовать? Вот здесь, что ли, ее нарисовать? Значит, здесь будет статистика Больцмана. Здесь будет статистика Боза и Эйнштейна. А здесь в фирме Дерако. Значит, допустим, у нас есть... Да, еще одну картинку надо нарисовать перед этим. Значит, как вообще делается такой вот подсчет энтропии, из которого потом все остальное можно получить в рамках статистической физики? Вот, допустим, у нас есть ось энергии, есть какие-то энергетические состояния. Но мы их наружно выбрали. Выбрали какие-то конечные интервальчики Дельта Е. Вот. Такой вот. Он должен быть много меньше характерных энергий, но в остальном произвольный, как мы разбили всю ось энергии на какие-то маленькие интервальчики по Дельта Е каждая. Значит, вот эта вот энергия будет Е и Т какая-то. Всего будет их много. Первая, вторая, и Т, десятая, сотая и так далее. Вот при этой энергии Е и Т с точностью Дельта Е имеется N и Т возможных состояний. И имеется N маленькая и Т частиц, которые мы по этим состояниям хотим разместить. Ну, а дальше надо взять произведение по всем И, конечно. То есть при каждой энергии мы рассаживаем частицы, имеющие эту энергию, по этим состояниям. Вот пример этого я здесь нарисовал. Значит, по статистике Больсмана W, это число состояний вот на этом И, там уровне энергии, равняется, ну, вообще-то, N и Т в степени N и Т. На самом деле, вот, хорошо, чуть-чуть отложу. На самом деле, все-таки, даже в статистике Больсмана в каком-то смысле приходится учитывать тождественность частиц. В статистике Боза и Эйнштейна вот это W и Т равняется чему? Это мы проходили. Это как раз та самая формула, которую Эринфест очень красивым образом вывел. Когда мы раскладываем N маленькая шарика в PN большое ящиком, мы просто переставляем шарики и стенки. Итого у нас есть N и Т плюс N и Т минус один объект, который мы переставляем. Это будет факториал. Ну, а здесь надо поделить на N и Т факториал и N маленькая и Т факториал, потому что перестановки стенок и перестановки, собственно, шариков ничего не меняют. В статистике Фермия Дирака, это W и Т, да, ну, проверим. Вот если N большое равно 3, N маленькая равно 2, здесь должна получиться шестерка. Можете проверить. Вон та самая шестерка. В статистике Фермия Дирака, это будет N и Т факториал на N и Т факториал и N большое минус N маленькая факториал. Как это там называется? Число сочетаний из N большого по N маленькому. Потому что теперь у нас ящики бывают только либо пустые, либо с одной частицей. Вот сколько можно выбрать под множество занятых ящиков из множества всех ящиков, а вот столько. Здесь, на самом деле, стоило бы написать, вот как я уже говорил, стоило бы написать N и Т факториал. Чуть попозже я скажу. Вот это даст ту самую девятку, но ее надо пополам поделить. То есть тут 4,5 состояния получается по Больцману. Ладно. Значит, дальше что отсюда следует? Ну, при больших, допустим, и ящиков, и частиц очень много. Мы можем использовать формулу Стерлинга. И тогда это все будет стремиться к какому-то простому пределу. А именно это будет, ну, N и Т в степени N и Т, а так и будет. А факториал мы заменим, соответственно, там на E на N и Т в степени N и Т. Здесь, по Бозе Эйнштейну, мы получим что? Единичкой можно пренебречь. E все сократятся. Мы получим N и Т А плюс N и Т в степени N и Т А плюс N и Т. Делить на N и Т в степени N и Т и N и Т в степени N и Т. А здесь что получится? А здесь получится N и Т в степени N и Т делить на N и Т в степени N и Т. И разность N и Т минус N и Т в степени N и Т минус N и Т. Вот так. А теперь, значит, можно написать энтропию. Можно написать S и Т. Полная энтропия – это будет сумма всех S и Т. Значит, в Больцмановском случае это будет просто-напросто логарифм... А, не просто логарифм, конечно. Это будет N и Т логарифм N и Та минус N и Та логарифм N и Та плюс N и Та. Вот так, если я не набрал нигде. В случае Боза-Эйнштейна, это энтропия, вклад в энтропию вот этого вот слоя по энергии, он будет какой? Ну, он будет N и Та плюс N и Та на логарифм. Опять N и Та плюс N и Та минус N и Та логарифм N и Та минус N и Та логарифм N и Та. И, наконец, здесь это будет что? Это будет N и Та логарифм N и Та минус N и Та логарифм N и Та минус такая же штука с разностями. Так, теперь, значит, давайте, чтобы найти максимум энтропии, нам нужно знать Ds и Та по Dn маленькому и тому. То есть мы хотим найти функцию распределения. Мы сейчас получим три функции распределения совершенно вот параллельно, одинаковым способом. Значит, вот эта самая производная, она равна, здесь очень просто чему, логарифм N большого минус логарифм N маленького. В случае Боза-Эйнштейна, эта производная будет логарифм их суммы минус логарифм N маленького. И в случае Ферме-Дирака это будет минус логарифм N и Та маленького плюс логарифм разности N большое минус N маленькое. Да, прежде чем заполнить эту таблицу, вынужден написать еще одну формулу, так сказать, вне этой таблицы, которая состоит в том, что, как это называется, метод Лагранжа это называется, да. То есть мы хотим найти максимум энтропии, максимум, при двух условиях. При условии, что сумма N и Т равняется N, число атомов идеального газа задано, равно N, а сумма N и Т на Е и Т равняется Е. То есть суммарная энергия тоже задана. Тогда как это обычно делается? Это делается вот методом Лагранжа. То есть мы из С с двумя неопределенными множителями, которые называются множители Лагранжа, вычитаем вот эти самые дополнительные условия. Минус альфа сумма N и Та минус бета сумма N и Та Е и Та. Так? И приравниваем к нулю. То есть, иными словами, производная от энтропии по N и тому какому-то минус альфа минус бета Е и Та равняется нулю. Вот что нам надо решать. А потом, когда мы найдем максимум энтропии, то есть найдем равновесное распределение, мы константы альфа и бета должны определить вот как раз из вот этих вот дополнительных условий. Это вот обычный этот самый метод Лагранжа. Ну а теперь мы, значит, почти закончили эту таблицу. Я уже ее закончу, но этом, я думаю, у нас и время кончится. Значит, здесь мы получим, что за уравнение мы получим? Логарифм N большого на N маленькое равняется альфа плюс бета Е. А здесь мы получим логарифм, только логарифм уже теперь от скобки. N большое на N маленькое плюс 1 равняется альфа плюс бета Е. А здесь мы получим очень похожую формулу, только с минусом. Логарифм N большого числа состояний на число частиц минус единица равняется альфа плюс бета Е. И, значит, теперь, собственно, все готово. И мы получаем, что среднее число заполнения, то есть N маленькое на N большое число частиц делить на число состояний при этой энергии равняется, естественно, Больсмановскому фактору, Е в степени минус альфа минус бета Е и Т. А здесь получается единица делить на Е в степени альфа плюс бета Е и Т минус 1. А здесь получается единица на Е в степени альфа плюс бета Е и Т плюс 1. Вот это распределение Больсмана, Боза Эйнштейна и Ферме Дерака. Ну и, значит, последние комментарии на эту тему состоят в том, что бета, как отсюда видно, имеет смысл единиться на температуру, а альфа связана с химическим потенциалом. То есть альфа надо находить из условия, что число частиц фиксировано и задано. И, кстати говоря, вот по Бозе, не по Эйнштейну, а, собственно, по Бозе, у Боза вот этого условия не было, и поэтому у него не было альфа. У него была такая же формула, только с альфой равной нулю. Это и есть формула распределения Планка в точности. Вот так вот Бозе и получил формулу Планка для фотонов, которые не сохраняются. А у Эйнштейна уже была вот эта альфа, которая связана с химпотенциалом. Вот эти два квантовых распределения, что Боза и Эйнштейна, что Ферме и Дерака, удовлетворяют третьему началу термодинамики, а это нет. Ну и последние слова, все-таки, а зачем же надо в классике-то делить на n факториал? Это называется парадокс Гипса. Вот представьте себе, что у вас есть два совершенно одинаковых газа в двух половинках какого-то сосуда. Вот здесь есть газ, здесь есть газ. Одинакового элемента, одинакового изотопа при одинаковой температуре, при одинаковом давлении. Теперь мы возьмем вот эту стенку отсюда, вытащим. Спрашивается, изменится энтропия или нет. С точки зрения термодинамики, а также здравого смысла, она не изменится, потому что это состояние исходно было равновесным после того, как мы убрали стенку, оно осталось равновесным. Никакого процесса, собственно говоря, нет. Но если бы мы не поделили на факториал, то мы могли бы, скажем так, пронумеровать те частицы, которые левые, от 1 до n, а эти от n плюс 1 до 2n. Эти частицы начали бы перемешиваться. Те, которые от 1 на n будут теперь уже не только в своей половинке сосуда, а во всем сосуде. Этого энтропия возрастет на логарифм 2 в расчете на каждую частицу. А это, в общем-то, как-то неприемлемо, ни в какие ворот не лезет. Но, кстати говоря, это говорит, что даже в Больцмановской статистике, вообще говоря, есть качественная разница между одинаковыми и разными частицами. Не то, что вот есть чуть-чуть разная частица, мы эту разность стремим к нулю. Фиг, не получится. На самом деле разница не количественная, а качественная. И если взять здесь газы из двух изотопов одного и того же элемента, то энтропия таки возрастет. Хотя все химические свойства одинаковы, масса можно считать почти одинаковы. Если это какой-нибудь, я не знаю, достаточно тяжелый инертный газ, то разность массы изотопов будет меньше процента составлять. Все равно почти. Но это разные частицы. Поэтому они будут диффундировать. Вот, допустим, здесь сидел один изотопа, здесь другой. А когда мы убрали стенку, начался процесс диффузии. Теперь оба изотопа смешались, энтропия возросла. А вот если изотоп один и тот же, то энтропия не возросла, потому что состояние просто исходно было равновесно. Вот это вот обстоятельство называется парадоксом гипса. И оно как раз вонюдило гипса делить на n факториал, чтобы избежать этого парадокса. Чтобы когда частицы действительно одинаковые, то вот от такого смешения газов, когда ничего не происходит, никакой диффузии, потому что частицы одинаковые, чтобы энтропия не возрастала. Ну ладно, я так понимаю, что как раз у нас время кончилось. Ну и тема как бы кончилась такая статистическая. Давайте все на сегодня. Продолжение следует...